Что еще можно назвать случайностью? Кроме непредсказуемости, что еще вкладывается в слово случайности? Вероятность. Вероятность давайте пока отложим. Вот еще какой-нибудь вариант того, что... Это мы уже учли здесь, мы посмотрели. Что такое случайность? Вот интересно, умение так очевидно, но тем не менее это так есть на самом деле, если вы подумаете. А другой аспект это сложность. Что значит сложность? Вот смотрите, я напишу сейчас последовательность. Из нулей единицы. Ну, они так продолжаются, как у них какие-то истиции. Скажите, какую из них я написал случайно? Может быть все? Может быть все, но все-таки, какую более вероятность, что я написал случайно? Да иди, а почему? Ну, в иранском песне. Потому что вы не видите закономерности, правда? Вот здесь понятная закономерность. Я одно и то же выписываю. Хотя ничто не мешает вообще-то здесь прерваться, поставить единичек. Но тем не менее, здесь конкретная закономерность. Здесь тоже конкретная закономерность. Чередование. Так? А здесь вы не видите никакой закономерности. И теперь смотрите, чтобы сказать вам, что здесь выписано, очень немало, немало слов нужно. Да? Ноль повторяется. Здесь что-то сказать, что написано. Тоже очень небольшая фраза потребуется. Что надо сказать? Ноль и один чередуются. А вот чтобы описать вот это, последовательность, не потребуется в общем, просто ее повторить. Правда? Значит, вот сложность, если не вдаваться в подробности, это длина описания, которая нужна, чтобы сообщить вам, что здесь было написано. Да? Вы знаете, что во многих случаях не обязательно всю фразу целью кухню. Можно нечто ключевое сказать, и по нему сразу однозначно восстановить, что написано. Вот как столько повторяется. Так вот, сложность, это если у вас фиксированный язык, ну, в нашем случае русский язык, можно, как в компьютере, ну или единицы, ста эти качественные группы, писать на них, да, слова. Так вот, сложность, это минимальная длина описания, которую нужно предъявить. Так вот, мы воспринимаем случайно те объекты, которые сложную сторону. Вот в основе такой основоположной теории вероятности, такой вот, как науки, не как, нечто, что объясняет, значит, всевозможные азартные химики, скажем так, бросание костей, раскладки карт, да, и еще что-то такое. А вот именно как в математической науке такой основоположник, это знаменитый наш советский узкий математик А.Д.Николаевич Лобоков, вот он даже проводил такую шутку, говорил, что вот мы все ищем инопланетные цивилизации, да, там радиотелескопы разложили, значит, все ждем сигналы. Он говорит, вам хватит, что если они более высокого уровня, то мы можем никогда не узнать, что на нем сигнал постановит. Потому что этот сигнал будет такой сложный, что мы подумаем, что это шутка, что это просто вот случайная последовательность нуля или единицы. Значит, вот это еще один раз, случайность и сложность, значит, непредсказуемость и сложность. Тоже на самом деле, в общем, не очень видно, где бы здесь прямо именно случайность, как ее воспринимают, так сказать, как бросание монеты.